Словно это делать буду так, то есть я буду представлять, будто я нахожусь во дворце небесных драгоценностей, то есть я представляю, будто я сам растворился, меня нет, и нахожусь в зале огромном, в котором есть купол там определенный, и я призываю, говорю, пусть божество, допустим, Лакшми проявится, представляю максимально божество Лакшми в виде всех атрибутов Лакшми, то есть определенные атрибуты должны быть. Чем ярче их вижу, тем лучше, у меня, кстати, с визуализацией очень хорошо, так как я занимаюсь живописью и разбираюсь в визуализациях, длительное время этим занимаюсь, и уже научился это делать без тяжелых, наверное, и сложных таких концентраций. После этого я представляю такую Лакшми, произношу определенные слова, и представляю вас всех, кто будет участвовать в данном в данном этом вебинаре, и представляю, будто в левом глазу вы и у нее любовь, в правом глазу вы и у нее любовь к вам, в правом ухе вы, в левом ухе, в сердце Лакшми вы, и в груди, и в крови, и в теле, и на коже, и перед ней, и куда она не посмотрит, всюду вас видит, и вверх посмотрит вас, и налево, и вправо, и вниз всюду посмотрит, и будут видеть, и будет вспоминать вас, и после этого я поставлю программу, чтобы это длилось на протяжении многих лет, и так со всеми вот 22 божествами, которые есть в наличии вот такого, еще и специальными кодами, и это называется прямое подключение, вы его получаете, и после этого начинаете читать данные мантры, допустим, если вы хотите, но я мантры дам в виде кодов, это код, состоящий из двух слогов, ми-га, допустим, то есть вы представляете или ставите изображение Ганеши, на вдохе произносите ми, на выдохе га, и увидите по-настоящему, как это будет работать, но самое интересное будет вот, что, когда вы поедете, допустим, в Индию, там, в Нью-Дели, и посетите храм, который посвящен Ганеши, он обычно, по-моему, по четвергам и вторникам работает с 11 дня до 4 вечера, и можно приехать в такой храм и просто получить просад, или там подойти к тому человеку, который занимается ягьей, то есть он там возжигает что-то, у него Ганеш, он его моет, проводит ягью, и вы получите, допустим, этот человек поставит вам тилаку, и вы возьмете от него просад, и съедите его, и после этого выйдете из этого храма, и вот тогда, по-настоящему, вы увидите, что такое, когда начинается пруха с деньгами. Продолжение следует...